Давным-давно закончилась Великая Отечественная война. Заросли травой окопы, восстановились города и села, но память о тех событиях до сих пор живет в сердцах потомков. В Славянском районе 54 памятника, 37 братских могил. Жители часто бывают на мемориалах, приводят детей и внуков, чтобы вместе отдать дань памяти старшему поколению, освободившему нашу родину от фашистов. В этом году свои памятные места появились у жителей целинного сельского поселения и поселка Голубая Нива. Там завершено строительство двух новых обелисков. Доброй традицией накануне Дня Великой Победы становится в Славянском районе открытие обелисков в честь героев Великой Отечественной войны. Такое замечательное событие произошло в поселке Голубая Нива. Это свидетельствует о большом внимании районных властей к сохранению памяти о священных подвигах сороковых пороховых. В нашем районе 54 памятника, 37 братских захоронений. Мы стараемся реконструировать эти памятники, строим новые, чтобы помнить, это дань памяти, наверное, тем погибшим героям. Еще раз повторюсь, благодаря которым у нас есть возможность сегодня с вами жить. Юные жители поселка прочитали стихи и исполнили песни о тех, кто ценой своей жизни отстоял честь и независимость нашей Родины. Еще когда нас не было на свете, когда военной буря огневой, судьбу решая бурочек столетий, вы бой вели священку. Незабытые эти даты, правду книги веков пиши, 41-й, 45-й, бестремерные рубежи. После торжественного открытия памятника школьники выпустили в небо белых голубей, как символ мира. К подножию стеллы были возложены живые цветы. Мы очень рады, что открывается этот памятник. Мы будем приходить сюда и возлагать цветы. Для нашего маленького поселка это очень-очень памятный день. Дети наши, конечно, будут на каждый праздник. 1 мая, 9 мая, какие-то события будут приходить, возлагать цветы. В общем, сад у нас, детки маленькие, школьники. Мы все рады. Очень красивый памятник. Далеко не случайно суровые годы Великой Отечественной войны называют эпохой бессмертия. Самоотверженности мужества советских солдат навсегда в нашей памяти. И в поселке Целинном в преддверии Дня Победы был открыт прекрасный памятник. С этим событием жителей поселения поздравил глава Славянского района Роман Сенеговский. Все мы трудимся, все мы стараемся, чтобы жизнь в Славянском районе и в нашей малой родине, она была лучше. Я вас всех поздравляю с этим ярким событием. Желаю крепкого здоровья ветерана Великой Отечественной войны. Всем мира, добра, благополучия и всего самого-самого доброго. Этот памятник, которому благодарные жители будут нести и возлагать цветы, станет в поселке Целинном символом времени героев. Времени, когда наши деды и прадеды сражались и победили немецко-фашистских захватчиков. Я очень люблю свой поселок Целинный и я очень рада, что здесь открывается новый памятник. 9 мая мы придем сюда возложить цветы нашим землякам-фронтовикам. Все очень рады. Это очень торжественное событие для нашего поселка. Целинный поселок очень молодой. В этом году нам исполняется всего 55 лет. Но хочу сказать, что в каждой семье были деды, прадеды, которые прошли войну. И каждому человеку хотелось бы прийти куда-то, возложить цветы. Автором проекта открытых памятников стал архитектор и скульптор Дмитрий Могилкин, который не только учитывал пожелания жителей, но и вложил в эту работу и мастерство, и душу. Великая Отечественная война затронула все семьи сегодня. Также и мою семью. Поэтому мне, как архитектору, эта тема очень, как говорится, импонирует. Я давно занимаюсь темой Великой Отечественной войны. Надеюсь, что этот памятник станет народным и будет любимым местом. Совсем скоро все мы будем праздновать День Победы. И для жителей сельских поселений Голубой Нивы и Целинного праздник в этом году будет вдвойне радостным, поскольку у них появились замечательные памятники, посвященные Великой Победе, куда они смогут прийти и возложить цветы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.